Итак, мы рассмотрели религиозную модель данных и в конце хотелось бы кратко поговорить о преимуществах и недостатках этой модели. Начнем с преимуществ. Первое – это контроль целостности данных, то есть те ограничения целостности, которые есть в СУБД, в рамках модели реализуются в СУБД и прикладному программисту нет нужды заботиться о них, они будут выполняться и без его участия. Второе – это гибкость. При этом тут есть несколько аспектов. Первое – гибкость выборок, изменение данных. Здесь речь идет о том, что мы легко можем с помощью языка запросов манипулировать, получать и манипулировать данными, выбирать данные из разных таблиц, разных источников, объединять их, пересекать, накладывать ограничения на результаты, выполнять функции над результатами, которые есть в СУБД. И здесь обработка данных является достаточно гибким. Второй аспект гибкости – это возможность изменения схемы данных. Действительно, при изменении каких-то внешних условий, например, как-то в течение жизни меняется предметная область, есть возможность изменить схему данных, схему базы данных, в которой мы проецируем эту предметную область. Это важный момент, поскольку в этом случае не приходится полностью изменять базу данных, как могло бы случиться с другими моделями. Физическая и логическая независимость чуть попозже поговорим об этом. При рассмотрении архитектуры ANSYS PARC коротко можно сказать о том, что выделяются некоторые уровни представления данных, которые не абстрагируются от других уровней. И об этом мы чуть-чуть попозже подробнее поговорим. Что касается разработки прикладных программ, тут все тоже достаточно интересно, потому что разработчикам выборки, которые позволяют получать из базы данных с помощью запросов, обычно представляются, видимо, в привычных понятиях. То есть это некоторые массивы, массивы, например, словарей, некие кверисеты, которые могут быть использованы с помощью стандартных механизмов коллекции, обработанные привычным способом во многих языках программирования. Но здесь не все так просто и однозначно, и об этом мы чуть-чуть попозже тоже расскажем. Ну, безусловным преимуществом является то, что основа реализационной модели данных, с одной стороны, простой и понятный набор абстракций, с другой стороны, мощный математический аппарат на базе теории множеств. Другим важным преимуществом является то, что для обработки данных, для того, чтобы их описать и для того, чтобы ими манипулировать, используются декларативные языки. Здесь мы говорим языки SQL, который для выбора данных, например, не требует описывать, каким процедурным образом эти данные должны быть получены, а при этом просто декларирует то, каким свойством должен обладать результат. Это довольно важно с точки зрения работы с данными на уровне базы данных и является, безусловно, важным преимуществом. И еще одной частью, которая напрямую не относится к реализационной модели, но, тем не менее, так или иначе реализована в большинстве SQL-баз данных, в SQL-СУБД, это средства разграничения доступа. То есть в большинстве SQL-СУБД есть некоторые механизмы, которые позволяют разработчику или администратору базы данных обеспечивать определенную безопасность, используя встроенные механизмы, такие как создание определенных ролей пользователей и назначение им прав на выполнение определенных операций. Соответственно, этот механизм позволяет более безопасно работать с данными, хранящимися в SQL-базе данных. Теперь, что касается недостатков. Первый и, наверное, главный на сегодняшний день недостаток – это производительность. Можно здесь, так сказать, поставить слэш-масштабируемость, говоря о горизонтальной масштабируемости. Да, действительно, хранение данных в виде таблиц и связь их по внешним ключам делает быстрые выборки больших объемов данных довольно сложными. Это одна из проблем, которая решается как разработчиками СУБД разными способами, о них мы немножко тоже поговорим. Но при этом полностью сказать, что в рамках существующих систем эта проблема решена, конечно, нельзя. Второй важный недостаток – это, поскольку у нас абстракции достаточно простые, то для того, чтобы описать какую-то сложную предметную область, ну или, может быть, не очень сложную, но довольно подробно описать какую-то, может, и простую предметную область, необходимо большое количество таблиц, и в реальном ВД они могут содержать десятки, сотни таблиц. Понятно, что архитектору довольно сложно оперировать с таким количеством таблиц, и это представляет из себя некий недостаток этой модели данных, ввиду того, что это существенно затрудняет проектирование, анализ схем данных на основе реализационной модели. Ну, из этого косвенным следствием является сложность поддержки таких систем, потому что для того, чтобы понять, какие данные в какой части базы содержатся, какими связями обладают, необходимо зачастую потратить довольно много времени, скажем так, тому разработчику или архитектору, который начинает работать с какой-то существующей базой. Ну, то, что некоторые предметные области плохо представляются в виде плоских таблиц и отношений, тут тоже понятно, что есть какие-то, существуют какие-то и, в общем-то, в многих случаях вполне определенные объекты и субъекты, которые не очень удобно описывать в виде плоских таблиц. Заработка прикладных программ. Здесь вот мы возвращаемся. Казалось бы, этот момент указан на достоинствах и недостатках. Что касается недостатков, здесь есть некоторые сложности в том, что, например, работа в объектно-ориентированных языках или других языках с базой данных не всегда удобна и привычна программисту. В частности, если мы говорим об объектно-ориентированных языках, где программисты перевернут понятием класс, объект и так далее, то, что данные хранятся в СОБД, в революционной модели, в SQL-базе данных, не совсем имеется однозначное соответствие между формализмом и объектно-ориентированных языков. Ну, эта задача решается с помощью специального механизма, о котором мы тоже дальше поговорим. Но, тем не менее, решение этой задачи также требует усилий. И даже будучи частично или полностью решенных с помощью специальных средств, эта ситуация и эта проблема решается в виде минусов в производительности систем, которые используют такие средства, как ОРА. И, наверное, еще одним недостатком можно назвать сложности с тем, о том, о чем мы говорили, это масштабирование, репликация. Дело в том, что большинство баз данных, SQL-баз данных, закладывались, их основа в те моменты, когда не предполагалось о необходимости хранения таких больших объемов информации, которые предъявляются, требования к хранению которых предъявляются на сегодняшний день. И объективно хранение таких объемов информации невозможно в рамках одной какой-то вычислительной машины. Это, во-первых. Во-вторых, производительность не всегда может легко быть увеличена путем вертикального масштабирования, учения ресурсов в какой-то машине, потому что этому тоже на сегодняшний день есть предел. Поэтому большинство СУБД должны так или иначе решать задачу репликации и горизонтального масштабирования данных и обеспечения наших правил, наших ограничений целостности, которые лежат в основе вертикальной модели. Подробно мы об этом, наверное, в рамках КДТ-курса говорить не будем, все-таки это не та часть, которую мы можем назвать введение в базу данных. Но, тем не менее, надо понимать, что для релизационной модели данных, для SQL баз данных проблема репликации и проблема горизонтальной масштабированности является одной из важных. Итак, мы познакомились с релизационной моделью, говорили о том, что лежит в ее основе, о достоинствах, недостатках, описали все ее части. Теперь мы можем немножко поговорить об архитектуре систем на базе релизационной модели и переходим мы к рассмотрению архитектуры ASIS PARC. Это некий подход к построению СУБД не только на основе релизационной модели, но и на основе других моделей данных, но который требует выполнения определенных условий.